мы пытаемся продать все моргает сейчас уже что-то по-серьезки так ребята вот смотрите авторына мы уже приехали сейчас я ищу место для въезда ребята он покупатель это ходит вон цервушки даже стоят как у нас с вами прям даже видно и покупатели есть и продавцы я смотрю даже x-trail вот эти все свеженькие он honda они получаются все на 138 номерах почему-то так вон смотрим режим работы суббота-воскресенье с 8 до 18 так сейчас прошу как это как мне заехать 100 рублей сутки и въезды в друг с другой стороны для новичков тут какие-то пропускал не а да вот здесь и клеток беру получается вот такую бумагу мне дали сзади он очень сейчас занимая свободное место и на выезде общем рассчитываются знать чтобы вы понимали минус 10 час ночью минус 17 там на самомойке ребята моют тачки справедливости ради скажу что днем температура поднимается но около нуля очень такая держится днем даже не хочется ездить мне чтобы не замарать машину ха ха движуха сейчас надеюсь пойдет покупатели я смотрю некоторые даже на грязных тачках здесь стоят то есть вот honda стоит грязненькая так это тут я так понял свежак вот те кто недавно приехал они вот тут размещаются но я вот здесь краю сначала встану но я вам чё скажу народ тут побольше чем в новосибирске на авторынке даже вот так даже если это чисто продавцы все равно сюда люди приехали вот это видно прям свежий заезд недавно вот они встали здесь да и народ то заезжает сегодня напомню суббота у нас около 11 часов утра авторынок начали есть выходные с 8 до 18 ночи режим работы в будни по моему с 9 до 18 понедельник выходной как в театре просто перекупщики тоже такие достаточно культурные люди видели же да я там в инстаграме выкладываю там какие по театрам хожу как сказать светскому обществу стараемся соответствовать короче друзья я тут написал пока объявленица чтобы людям понятно было тут у меня он уже начинает обставлять потихоньку смотрите чё написал 1150 понятно цена 2013 год выпуска 2014 год эксплуатации подчеркиваем дилер гарантия трейды на родной птс но это то есть все слова начинаю я вот эти люди ключики подбирать покупателям чтобы но зацепить как-то родной птс мультируль сонары r18 abs airbag курсовая устойчивость вот но прямо максимально то есть попытался обрисовать значит тону торг понятно и срочно ну то есть тоже такие моменты чтобы ну если кто-то реально ищет не просто ходит смотрит чтобы если кто-то реально ищет кстати вон 750 регион а вот бэк стоит чтобы вы короче понял что я не просто тоже постоять переехал сразу можно снова но и поторговаться я готов и скидку сделать и в общем сами понимаете друзья такой момент важный смотрите за утерю вот этого чека по которому выезжают 10000 рублей штраф написано я не знаю это вообще законно 10 десятку это мне кажется это это можно сравнить как этот за кальян там 12000 в москве просят там с пацанов которые на свидание пришли да он уже роман звонит сейчас все важный момент нужно конечно переодеться вот штанцы я взял теплые соломон b52 кто знает что это за штука тут поймет но это для байкала вообще взял но на авторынке тоже сейчас здесь гулять будем пить чаю возможно там в народы стоять играть еще что-то все вот эти моменты значит будем соблюдать короче надо чтоб тепло было капюшон обязательно потому что возможно там ветер будет дуть сейчас посмотрю рома наверно там налегке в этом свитшоте все как бы блин я просто люблю тепло звонки ну только автосалонов давай как профессионал зацени текст дилер гарантии трейдин родной птс все слова короче который знал в яндексе а чё не распечатал я без принтера приехал сюда я только сейчас понял что надо это сделать потому что станет так мне кажется более душевно знаешь даже объявления на подъезде которые клеят они распечатывают их так как будто они написаны от руки вот давай ты расскажи первое мнение свое допустим силы лям греет те пляжку сел и ищешь тачку давай вот как вообще значит чисто вот по грузовикам по грузовикам здесь для меня все идеально по сравнению с грузовиками конечно я сажусь такую машину и чувствую ты на грузовиках допустим заработал вот у тебя лям есть ты садишься просто никто не смотрел вот как вообще ощущение у тебя и запросы соответственно когда у тебя там есть те те уже хочется что вы зале он честно я бы наверно крузака бузе крузака да а какого собственно десятку восьмидесятку даже 97 года понятно но тут видишь тут там мне в крузаке не будет кнопки вот это не будет это что экономическая вишь дерево то есть экологию если ты болеешь вот нажимаешь нет она не глохнет она начинает меньше реагировать на педали вот этой кнопки там не будет вот этой скорее всего вот этой точно не будет не ну ясное дело я конечно я машины рассматриваю другого видишь план для меня нужна проходимость и помимо того что буду ездить по городу я буду ездить за серый там проходимость ножа да ты на из кутики гоняешь ли все понятно а цервых вот как жене я бы взял 8 марта завтра у тебя еще есть время жениться и у меня есть у нас самый главный а у тебя жена есть у вас тут видеоблог можно есть это чё такое это как называется жареные позы да ты сейчас в жареные позы у нас потом вареный будет майонезик вот это лепешка с мясом да типа как осетинский пирог да но с мясом да в общем нормально бурятская монгольская кухня можно сказать приятного аппетита вот такого заведения мы покушали сейчас с романом юрта так называемая бурятские позы отведали и жареные и вареные вареные свежие конечно больше как бы пришлись по душе вот есть когда сделано по технологии всем рекомендую вкусная штука вот он рома уже готов ну все сейчас потеплее да стало давай застегивайся эти конкурент мой кондо crv 13 год двушка ну видишь здесь один хозяин ни одной крашеной детали у меня ну по крайней мере написано да да мне ценник да надо снижать как бы состояние даже у меня не то что крашеная у меня жимки даже есть да на моей crv здесь чехлов нету чехлы тоже как бы отпугивают людей вот еще одна crv да это вот прям один в один как моя только черная даже колеса такие же все и длина рекомплектация даже такая лайфстайл вот это родной лобовик такой пилтингтон колеса со старого кузова здесь мне кажется и каши партишки скажу что здесь бы порешать вопрос какой цены этих продать можно за такие же деньги взять кузова рабчик но вот он одиннадцатого года получается за такие деньги каждому как бы свое ну ты бы взял такого кружка да лучше или вообще но я бы или настоящего широкого бурза я бы сотку 80 блин погодка вообще шепчет прямо так когда солнышко сейчас с утра прохладненько было да просто вообще идешь кайфуешь вот то вот таких вот леворуке вот какой она вот этой машины леворуке его просто нету до мультиван до мультиван и стоит просто какой космический денег они же еще выдовую бывают а мультиван и тоже выдовую бывают они поднялись а полноценные вообще другие ну и естественно да volkswagen это уже получается европеец это уже какие-то проблемы это уже какие-то прайсы совсем другие если ты взял вот такую машину и многие знают даже и пользуются к сожалению этим мне даже масло нельзя менять где едет и масло на одном практически на рынок рынок вы не сказать что прям ажиотаж какой-то как риды там раньше забиты и же по типа вот такого крузака только не в рапторе а чё у тебя же сузуки в рапторе у тебя те не нравится это тема у меня он в рапторе потому что родной краски было так вот не был крыльев на нем вот так они вот 688 и при том что он всегда вас требует он с годами становится лицовой с годами становится только дороже как вином как хорошее вино это не только грузак на многие toyota вот ромкина машина suzuka краткий обзорчик еще мы ее в деле будем снимать опачки я видел какую-то багажнике пацаненок спал весело вообще у ромы на канале или весело посмотрел так советую как говорится эскуда слушай ромну сколько вот так 100 тысяч ты его купил дать пятидверный исходе какого года 92 2 года но это такая классическая вот эта штука да это не у японская реальный японская но и на автомате да ну ты его получается наварила железо красил раптор сколько он в круг тебе обошелся вот как сейчас у меня все расходники все сальники подшипники вся подвеска короче сто шестьдесят я думал только один окрас там двадцатку как бы окрас не вышел короче сороке работа и 10 материал а 50 тысяч до окрас и за 15 тысяч по технике все нормально давай поехали пока пока паракатишь как это все или авто 3 это иркутская тема да у нас вот тоже популярные магазины китайские запчасти продают салт сибири авто 3 не реально циркушек здесь я не зря ребят сюда приехал вот тоже цирвы один в один как у меня их реально много вот допустим посмотреть даже специально искать тех же рейдж роверов или да тех же вот эти suzuki с x4 у меня было до прошлая машина кто не видел Посмотрите плейлист Их мало На авторынке одну я видел И то там непонятно какая Потому что она праворукая Не подходил Таких ЦРО здесь реально много И они популярны И все-таки надежда у меня есть Что я улечу на самолете отсюда Смотрел в Сочи 20 градусов уже тепла Даже 23 Что-то такое Уже шортовая погода Ну ничего Не, вот такая зима классная Это не хуже чем плюс 23 Вот когда вот это слякоть Самый переходной период Надо как-то обманывать природу Улетать Сразу из зимы, из Иркутской Из мартовской зимы, Иркутской Сразу в мартовское лето Сочинское улетать Чтобы пропускать это Да, и вот я планирую сейчас этим Пытаться как-то обманывать природу И все показывать вам И использовать для делающих А как тут выйти? Ты откроет Все, тест-дранс прошел Можно сказать, успешно За 160 тысяч Подарок Так, ну мы снова на авторынке Вот, кстати А, это Хонда Спайк Хонда Фрид Типа похоже Вот я, помнишь, что я говорил? Да, да, да Я вот смотрел Что с Владика, допустим, можно пригнать С Владивостока А есть у меня идея Какой-нибудь мини-венчик Маленький Чтобы он был выдовым И чтобы он был, ну, как бы Нормальным, это В продаже Ликвидным Я, типа, не Хонда Не Хонда, не Спайк А Хонда, получается Фрид, знаешь Ну, сейчас где-нибудь найдем Короче, Хонду Фрид Вот я присмотрел И это Ну, на этой модели остановился 550 где-то А, вот она Фрид От 550 они начинаются где-то Беспробеговые И вверх, как бы Вот, допустим, вот Хонда Фрид Какой аналог левого руль Полный привод Здесь 1.6, допустим Аналога привод Нету, да, левого руль Сколько вот она стоит? 598 Ну, вот, 600 тысяч, да? 50-й год Суперсалон Есть целый Есть аналог Передний привод Еще есть аналог Допустим, той же Мазда Мазда 5 Какая-то, да? Ну, она только Передний привод А эти выдовые бывают, да? Ну, да И тем более, да Состояние уже Беспробеговая машина И Там, ну, беспробеговая машина Считается за косяк Это, если там что-то крашеное, да? А у Московской Там Она из трех Может быть Сваренная, да? Хотя тоже Разные бывают Вот красивая Смотри, как это Зеркало, да? Не приятно Вот эта решетка Я даже, если честно Пока вот Ну, не знаю, какая модель Это типа Скион какой-то Или что это такое Реально Она, ну, сколько, наверное Миллион стоит, да? Полтора миллиона Полтора, да? Так здесь, смотри Эти фары Такие, диоды Квадратные, да? Да уже Это А, это Нох свежий, да? Блин, ну, Нох Это просто Реально Круто А, ну вот, да Полтора миллиона Семнадцатый год Двадцать пять тысяч километров Семь мест Черный потолок Да, реально Темный Какой потолок Самое важное Ну, а что На немцах На бэхах На тех же Многие ценят Когда черный потолок Да Я это буду тоже ценить Я потом Да, цени Только не из баллончика Покрашенный Алькантана Буду продавать Видишь, кнопочка Да, вот эта Электродверь получается, да? А, нет Кнопка Это типа Как бы исключевой доступ А может электродверь Трогать не будем, наверное Две электродвери А, вот Вот это удобно Особенно, знаешь Когда с детьми Я вот когда-то мечтал Что там Будет трое детей Там купить Вот такую Типа тачку Путешествовать И вот когда Подъезжаешь с детьми Куда-то Нажал Они хоп Открылись, да? И это удобно Семнадцатый Семнадцатый год Ну Это удобно получается Мне нравятся Такие машины Потому что Когда ребенок Твой Ты подъезжаешь И твой ребенок Начинает открывать дверь Возже торгового центра И ты Там какой интеллект Стоит Сразу сердце В пятки Выходит Да А тут хоп Кнопку нажал И все готово Вот даже есть места Где ряды В рядах встают Поэтому Достаточно много Тачек продается Так Ну что, ребят Нашелся у нас Конкурент ЦРВ Миллион Сто пятьдесят Две тысячи Первый год От Мерседеса Рамочки Еще немецкие Ценится Вот это Это тюнинг Получается Поворотнички Фары Тюнинговые Есть мнение Что он Дольше стоит Обычного Здесь Чем все машины 2001 год Колеса 285 На пятьдесят Двадцатки Серебро Серебро Цвет Такой Машина Брутальная Серебряный Цвет Не самый Брутальный И запаски Сзади Нет Кажется Это тоже Считается Лучше С запаской Насколько я знаю Хотя вот Прадик Допустим Четырехлитровый Сто двадцатый Он считается Лучше Без запаски Вот как По моде G500 Все как положено Затонированный Да Маловатый Да Задний Особенно Ну вот По ржавчине Я бы не сказал Что здесь Что-то ржавое Все эти Беленькие Труба Сбоку Это вообще Самый сок Особенно Если ее Чуть-чуть Сюда Вывести Тебе как Не нравится Рома Труба Вот Я говорю Труба А лучше Сюда Наверх Как шноркель С одной стороны Шноркель С другой Труба Чтобы Вредить И утопить В Байкале Все Это кайф Было бы Контент Работу Че 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 Это Такой Или Такой Должен быть Видишь Какой У него Прям Неравномерный Ага Да Есть Такой Момент Вот Видишь Покрашено Битум 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 Балончиком Глуша Как раз Идет Отсюда Сразу Ну вот Конкурент Получается Что бы Кто Выбрал Хонда ЦРВ За миллион 150 14 Ну 13 Года Или Вот Такой Аппарат Брутальный Рома 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 Жены Был ЦРВ Говорит Жену Где Найди Такую Которая 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 ЦРВ Ездила Которая Не Ездила Которая Достойна Была Допустим Чтобы Ей Купили ЦРВ Вот Ребят Интересный Такой Сузуки Слушай У него Смотри Ну он Чисто Практичный Автомобиль Маленький То есть Нет капота Перед тобой Знаешь Когда говорят Полтора метра Жизни Перед тобой Да Практичный Такой Дверь Это Отъезжает Как раз С детьми Ездить По супермаркетам Сколько 1500 стоит Сузуки Спаси Ну сейчас Какой Посмотрим Линзованная Оптика Считай Там Туманочки Да Вот эти Литье Как на Леворуких Сузуках Такой Пятнашки Наверное Все Складывается По-любому Там Ровный Пол Руль Резиновый Сколько Сколько Такие Стоят Интересно Беспробеж Я тоже Думаю Что Могут Смотрит С С Посмотрим Что Тут Окошко Какое На машине Тоже Интересное Кто знает Что за Окошко Зачем Оно Ниссан НВ 200 Ну это Уже Такая Более Большая Машина Там Не знаю Для работы Или для чего Сколько стоит Она 13 год 1,6 Камера Туман 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 Цены Нету Тоже 600 700 Спросил 700 1000 Она Стоит Уже Больше И я Считаю На сотку Дороже Так Тут Что-то Торговля У нас Не идет Сейчас Перееду Я Поближе Туда К цивилизации Мест Мало Но они Там Есть Я Посмотрел Ребята Вон Истории Друг Другу Рассказывают Интересные Стоят Ну и покупатели Ходят Тоже Перетасовали Все Есть Такая Знает Кто На рынке Хоть раз Стоял Что Такая Тема Что Тачку Продают С места И сразу Это Счастливое Считается И туда Хотят Все Встать Блин Авторынки Когда это Было А уже Я не знаю В Новосибе Авторынок Гораздо Мертвее Чем здесь По крайней мере Я был В выходной Летом Гораздо Мертвее Сами Видели Кто не видел Стрим Посмотрите Авторынки Это уже Так давно Было А здесь Это Реально Живет Еще Просто Я сейчас Говорю Об этом И Многие Наверное Думают Какой Авторынок Ты Чувак В прошлом Застрял Нет Вот Здесь Авторынок Еще Живет Вот Я помню Да Я В Новосибе Стоял Кто не Продал Хоп Сразу На это Место Чпок Присоседился Вот Видите Народу Сколько Просто Ябл Крайне Но в основном Продавцы Да В основном Конечно Продавцы Но и покупатели Тоже Ходят Смотрят Объявы Мои На месте Мы Пытаемся Продать ЦРВ На рынке Уже 43 человека Подходили И трое Из них Пошли До банкомата Снимать Деньги Сказали Кто первый Придет Короче Того И ЦРВ Да Задатки Не берем Ничего Сразу Приходит Забирает Все Так Из Чечни Мы видели Уже машину Здесь Мазда Получается Красненькая Вот Дагестана Тоже Есть Лексус Редкость Даже Новосибир на рынке Я не видел Нержавый 910 тысяч Пятый год Норм И получается Не все Здесь Меняют Номера Есть Другие Регионы По Москве Тоже Московских Много Машин Питерский Питерский Кстати Я не видел Еще Пока Ни одну А вот Московский Есть Вот Коробчонка Две Печки А зачем Такой Коробчонке Две Печки 373 тысячи 15 Год Полный Привод Это Реально Вообще Боец Смотри Пофигу Что Для Тайги Чисто Подготовлен Прям На таких Колесиках Прикольно С дороги Съехал Бросил Ушел Кышком С желтой Чтоб Погреться С двумя Печками Она горит Ярче Что За черный Юмор Пошел Вывод Какой Самая Лучшая Машина Стоит Коричневого Цвета А то Все Какая-то Серая Масса Все Серая Самая Лучшая Правда Помыли Ее Не очень Хорошо Вот Синенькая Тоже Красивая Сильный Цвет Нормальный Яркий Вот Тачку Бросил Стихийно Как делает Большинство Здесь Платная Парковка За забором Я Конечно Заезжать Туда Не буду По Понятным Вам Причинам Вся Дорога Вот так Стихийно Проходит То есть Тропинок Нету Либо Здесь Пробираемся Да Либо Люди Вон там Прям По дороге Идут То есть Парковоч Мест Особо Здесь Не предусмотрено Желающих Припарковаться Больше А вот Собственно И рынок Туалет Короче 25 Мытье Рук 10 Добивочка Такая Колхоз Короче Конкретный Внимание Тут Замечен Бесплатный Туалет Вон там Кто Поедет Знаете Так Ну Вот так В принципе И начинается Байкал Опа Первый раз Вступаем На Байкал Торжественный Момент Ром Как Чувствуешь Вдохновение Во Вон они Пузырьки Знаете Прикол А вначале Когда лед Замерзает Осенью Их нет Сначала Да Ну Как Смотря Они же Постоянно Поднимаются Со дна Я думал Их придется Искать Там Нам Километры И ходить А тут Зашел И сразу Вот они Здесь Вот лед Уже Обычный А вот Здесь Уже Опять Необычный Это Вот Пожалуйста Необычный Транспорт Вентилятор Сзади Ветра Особо Нету Так Вот Спину Немного Сейчас Дует Ну Что Пробую Лед Байкала Значит На Коньках Мне Дует Блин Короче Сейчас Мы На Вот Этой Штуке С Таким Вот Винтищем Опасным Будем Наваливать Здесь По Байкалу По Самому Глубокому Озеру В мире Мечтает Мать Блоком Очень Смелый Тот Потому Что Только Смелый Сополис И Потому Что Только Смелых Ваша И Моста Потому Что Сам Люди Все Затус И То Что Там Я Можешь Слезный Там Стой Побывает Все Ровно Здесь Когда Борозов Посмотреть На Вот Это Чудо Природы Самое Глубокое Озеро В мире Как Никак У Нас В Стране Всех Приглашаю На Байкал Короче Давайте Заруливайте Ко Мне Для Начало Конечно Подписаться Надо Без Подписки Здесь Не Пустят Удовольствие Стоит 600 Рублей С Человека Но Стоит Тоже Попробовать Классно Тут Вообще Ему Здесь Очень Нравится У нас Опять Камеры Из рук Выросли Я Знаешь Что Осенью В октябре В Сочи Был На Розе Хутор Я На Этой Штуке Катался А там Намного Выше Чем Здесь Я Понял Что Я Еду Я Ничем Не Закреплен Я Ноги Уберу А Наверх Поднимется Я Вот Так Сижу И Мне В Абреленный Момент Так Страшно Стало Просто Пипец Главное Тут Не Упасть А то Тут Реально Если Покатишься Все Не Найдут Потом Вот То Самое Место Где Какая Река Это Ангара Это Байкал Вот То Самое Место Где Река Ангара Впадает В озеро Байкал Наоборот Вытекает Из него Вот Вот То Самое Место Где Озеро Байкал Вытекает Из Ангары Я Историк Кто Ты Еще Расскажи Вот То Самое Место Где Ангара Вытекает Из Озера Байкал Самого Глубокого Озера В мире Там Сейшель Какие Там Сейшельские Горы Саянские Горы Здесь Просто Леса Такие Просто Живописные Мы Сейчас По Тропинкам Там Везде Пойдем Через Несколько Минут Это что такое? Ничего себе, ты решил это экстренный спуск? Маленько срезать решили. Нормально? Тормози. Хочу вам рассказать про одну интересную тему в плане заработка. И вообще, ну, мне, допустим, интересна эта вещь, я первый раз столкнулся. То есть, как здесь в тайге люди зарабатывают деньги, и деньги, между прочим, неплохие. В городе Иркутск, например, если ты стоишь на кассе, где-то в каком-то супермаркете, там может лежать такой продукт, называется сера, или еще называется, кажется, живица. Живичка, живичка, что-то типа такого. Есть, значит, такая вещь, жевательная сера, специальная. Ну, по сути, в общем, это смола. Смола с коры дерева, которую там перерабатывают определенным образом. Ну, в общем, собирают эту смолу. И потом она, как полезная жвачка, то есть антисептик, там, ну, в общем, люди жуют ее. Продается это все в супермаркет, то есть массово. Я у нас, допустим, в Новосибе такого не видел. Так вот, весь технологический процесс, как все это происходит, сейчас вы увидите. Ха-ха, деревня. Вон местные небоскребы двухэтажные, с печным отоплением. Воздух здесь, конечно, совершенно другой. Ну, сейчас печками вот этими пахнет. Итак, в этом помещении находится таракан, так называемый. А это что такое? Городской житель. Короче, смотрите, затапливаешь печку, наливаешь сюда воду. А, вот это бак с водой, да? Да. Он начинает кипеть, и пар идет по вот этим шлангам. Мы его просто сюда сейчас прикрепли, он сюда одевается как-то тот же. Ага. Это называется аппарат таракана у нас, короче. Здесь она бурлит, пар идет в эти емкости, а в этих емкостях уже как бы вот такие вот тазики. С сеточкой, да? Да. В эти тазики вставляются вот так вот, вот каракан, вообще серым. Вот таким вот образом. А, вот это вы собираетесь с частью древесины еще, да? Да, да, да. Это нет, это чей-то... Так, ну это мы еще посмотрим, понятно. В общем, короче, она проходит через эту сетку и вытекает вот в это отверстие. Здесь стоит емкость с водой. Это, я думаю, посмотрим на практике, да? А почему таракан? Ну, как-то он внешне похож. Усатый, типа, да? Да, да, да. Что-то домой, блядь, захотелось. Я, коль, выехал, уезжаю, Алиасаха. Только с другой стороны зашли, а я с этой стороны выскочил. А, понятно, блядь. Штраф в бой выписали, да? А сколько за этот штраф? Если в пиву сразу забирает, одно дерево... Идут считать, сколько деревьев. Одно дерево 15 тысяч. Ты вот на этом мотоцикле зимой гоняешь? Подожди, а у тебя где люлька? Ты к нему цепляешь санки или как? Тут багажник. А, ты вот сюда? Куля. Ну, у тебя один мешок сюда вылазит, да? А, два мешка, да? Нифига себе, прикольно. И не шипованные, и ничего. Номера еще старые, старые, да? А где достался? А? А где достался? А, купил, полови, тогда. Так, давай. А, 13-й вылазит, да? 13-й. 13-й, один. Давай, я пишу. Давай, мне пишу. Да, я тоже хочу поучаствовать. О, пацан. Чего у вас, чем деревня тут живет? Чем вообще занимаются? Почта есть? С Алиэкспресс получаете, да, все вот эти? Даже так же. В школе есть садик, а я тоже есть. Нет, вот это садик? Нет, там мы проезжали. А, это просто площадка, да? И все по-московски, без шапки. Я привычу. Так, все, значит, добычу мы привезли, выкупленную. Куль, короче, берем. Сейчас начинается движуха с тараканом. То есть вот это уже потенциальные бабки, да, у нас? Да. Вот это, да, нормальная тема? То есть вот, чтобы она была как можно тоньше, но чтобы коры было больше, да? Ну, не коры, вот этих вот наплыв. А, вот эти наплывы, да, они свою играют роль? Здесь нету наплывов, да? Ну, есть, но и какие. Он их сбил. Топором, видимо, собирал. А, он наплывы, короче, отдельно сдает другим, да? Что, не зашла шуточка? Так, ну вот, значит, сбежала сюда вода, ту, соответственно, в которой мыли всю вот эту кору, да? Пар конденсат, который здесь вот кипит, он тоже как бы, он же оседает. А, да, пар, то есть, тоже слился. И на дне сейчас здесь, вот видите, подтеки смолы, вот она она, капает. Получается, на дне сейчас скопилась там та самая смола, тот ценный продукт. Как икра такая, да? Такая и должна быть, да, Инна? А вот эта, что сверху черная нападала? Это, знаешь, это жулей. Жулей? И что это такое, что с ним делать? Этот, короче, он не жуется, его сосать, короче, надо. Он сосется. Это ты жуешь, это сосешь, так. У тебя, да, получилось 500 грамм. Как тебе жулей, это нормально? Ну, жулей его, как бы, вон, любому старику, скажи местному, скажи. Ну, что, дай мне жулей. Да? Да, меня в Иркутске спрашивают, когда я серый продавал. Не жулей, как он называется, подожди. Жулей, это понятно. Понятная фигня, короче. Короче, да, это не жулей, а как-то сейчас, если вспомню. Когда стариком станешь, вспомнишь. Да. Это пригодится. В общем, она помогает очень. Для потенции? Для желудка. Для желудка? Нет. Для потенции уже ничего не поможет в это время. Почему? Только палочка и скотч. Поэтому все, идем, короче, промывать. Сколько вот это стоит? Ну, килограмм стоит полторы тысячи рублей. Вот еще плюс, считай, восемьсот шестьдесят. Ну, почти, короче, там две, две семьсот, две с половиной тысячи. Очень здесь, нормально. Самое главное, что это полезно. Там вот внизу река Олена течет. Ну, сейчас замерзшая. Самая длинная река в России. Эй-гей-гей! Когда серия будет с шишикой, где Бэха? Никто не отвечает. Гоняем по тайге. Такая вот здесь, значит, дом. Рома говорит, короче, что, типа, вот эти дома строят и нельзя замок ставить. То есть оно должно быть обязательно открыто. Типа, если замок поставишь, так-то построишь дом, замок поставишь, и его, типа, сожгут. Тут смотри, еще даже снегом незаметенный. Кто-то недавно был, да? И, то есть, мы приехали, неизвестно, то есть, когда сюда приедут хозяи в этом. А как здесь, ну, приедет человек, скажет, я хозяин. А как понять, что это хозяин он или нет? Ну, тут местные. Может, такой же, как ты приехал тоже. Посмотрел, типа, ты, ну, так, как на птичьих правах здесь. Здесь печурка. Ну, вот это просто, этот, как, как есть, как вот это говорится, это, в стиле лофт, в стиле лофт, прям, бревна. Вот в городе, чтобы вот так сделать отделку такую, деньги огромные платят, да? А здесь просто, просто бревно толстое, да? Все уложено, проложено мхом. Они увидят, получается, наши следы, да, здесь? Может, написать название канала, ссылочку здесь, наверное, да? В инстаграм. Смотришь, два подписчика прибавилось. Грубая отделка, да? Видно, как пилой выпили. Просто вот это мужичье прям сделало. На Искудике ползаем здесь вообще уверенно прям. Вот по всем вот этим дорогам. Передок подключил, и все, и вперед. Хабы там все подоткнулось. Хоть резина неважная, но все равно норм. Просто хреначим, короче, по целине, да? Ну, по снегу, да? Вот, не по колее, ничего. Столько мало снега нападало за сезон, что ну, тут маленькое начало пушок лететь, вот, собственно, лобовик, и все. Это единственный нюанс. Ну, меньше мало. Короче, смотрите, вот что нашли. Вот эта лестница, ну, типа вышка такая. И вот тут поляна, где косят траву, и животные, в общем, собираются покушать, да? И тут специально вот это место, где сидишь, кемперишу, и когда кто-то выходит, допустим, зверь, да, чпок его. Блин, вообще супер. Придумали вообще, продумано прям. Ну, походу, здесь давненько никого не было. Вот видите, сугробик такой собрался. Конечно, не такой, как целина глубиной, но... Все равно много снега. Вот, смотрите, вот так сидишь и выцеливаешь здесь. Ну, все, все, горцевать начал. Ну, да, фара он закидала ему пушком. Так, ладно, пора мне слазить, пожалуй. Местные подумают, что за движуха. Возле земляна топтали там вокруг дома. Возле вышки этой натоптали. Или как она называется, сейчас прошу. Как называется вышка эта? Лабос. Возле Лабоса натоптали. Что такое? Кто приходил, что надо было? Там были, там были. Там, кстати, ничего, сугробик такой. Давно никто не охотился, наверное. Сейчас сезон закрыт, да? Да почему? Не знаю. Ну, вот деревенские приключения подошли к концу. Сейчас мы с Романом отправляемся на Альхон. Что-то куча ошибок загорелась. Вообще просто гора высыпала. Просто как горох. АВД. Руль. Руль же нарисован, да? Так, ну это курсовая устойчивость. Потом вот эта шина уже перечеркнутая. Может сейчас реально колесо проколол? Все моргает. Сейчас уже что-то посерьезки. Ладно, пойду смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok